Берега, тут ветра мало. Ищем ветер, ставим парус и ходим под парусом. И все. То есть двигатель нам нужен только, чтобы отойти? Двигатель нам нужен, чтобы отойти от берега. Ну и на тот случай, если ветер совсем кончится. А как далеко может яхта ходить вот так? Ну, практически по всей акватории Горьковского водохранилища. А как далеко вы уходили? Ну, это походы, они несколько дней длятся. То есть недельные походы. А как вы вообще начали вот этим всем заниматься? Чисто хобби. То есть тоже начали сначала с виндсерфинга, с байдарок. И потихоньку решили, потому что парус дарит, наверное, чувство свободы. Романтичные люди живут здесь, в Юрьевце, определенно. Тут и просторы, и природа, и закаты встречать, и на яхте плавать. Мы же занимаемся еще и обучением парусному спорту. И обучаем нам права. К нам приезжают люди, которые хотят попробовать себя, испытать новые ощущения. Ну и подготовиться. А нужны особенные права какие-то, да? Да, для управления яхтой отдельные права требуются. А сложно их получить? Очень сложно, потому что кроме теоретических знаний требуется хорошая практическая подготовка. И без определенных навыков получить их практически невозможно. А здесь проходят какие-то соревнования по парусному спорту? Буквально в прошлом году мы принимали этап регаты Алексеевской. Это известные всероссийские соревнования. Из Нижегородской области проводят такие соревнования, мероприятия. И порядка 40 яхт сюда, в Ёландский залив, приходило. Как я могу вам помочь? Или не помешать? Я попрошу вас занять место Шкотового. И вы будете участвовать в подъеме паруса грот. То есть поднимать фал, веревочку, которая называется грота-фал. Она позволит вам грот поднять на всю высоту. И можно потихонечку в фиолетовую веревку тянуть. Да, фиолетовую, фиолетовую. Это фал. Смотрите, у нас парус начинает подниматься. Тянем, 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 тянем. Как словно в пиратах Карибского моря, знаете? И да. Ощущаю себя. И еще. Вот так вот. Все отлично. Все. Замечательно. Обратите внимание, мы подняли мотор и идем под парус. Мы не остановились. И это так просто, в принципе? Да. Поставить парус в грот достаточно просто. А второй парус, вот тот, который дальний? Второй парус таксель. Мы его тоже будем поднимать. Мы сейчас пойдем курсом Ford Wind. Ну и название тут. Попробуем скрутить бабочку. Да, все названия пришли к нам из голландского языка. То есть, когда Петр первый активно развивал флот. Отсюда идет, сюда? Совершенно верно. То есть, с петровских времен, как закрепилось, так и осталось? Именно так. А поуправлять можно будет? Да, конечно. Это называется румпель. Он управляет рулем. А каким образом? С обратной стороны за кормой находится так называемое перо руля. Именно оно, как плавник рыбы, позволяет, как хвост, чтобы управлять лодкой. А мне кажется, яхта исторически и была таким развлечением людей, которые любят комфорт. Совершенно верно. Для гедонистов. Да. То есть, здесь, ну, действительно, здесь намного приятнее. Катание на яхте – это про спокойствие, умиротворение, наверное.